МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Городская среда» в студии Татьяна Анкудович. Актуальные темы, острые вопросы, экспертная оценка. Здесь мы говорим о жизни города и района. Тема сегодняшней беседы – историческое наследие. У нас в гостях директор музея-заповедника Парк Монрепо Александр Смирнов. Здравствуйте, Александр Михайлович! Спасибо большое, что вы пришли в нашу студию. Итак, Александр Михайлович, вы уже полтора года являетесь директором Парка Монрепо. Расскажите, удалось ли вам проникнуться духом этого места? В полной мере, наверное, до конца постичь это место – это такая, ну, не то что практически невозможная, но сложная задача. Но мне кажется, я двигаюсь в правильном направлении. И на самом деле, конечно, тесное знакомство с парком началось гораздо раньше. Так получилось, что еще в 2012 году, первый раз в жизни, это было совершенно удивительное время, осенью, в октябре. Работая в парке, целый месяц я там прожил. И это, конечно, одно из лучших впечатлений в жизни. И с тех пор и весь этап проектирования, и с началом реставрации осуществлял археологическое сопровождение. Мы в 2017-2018 году, в 2019 экспедиции раскапывали в парке утраченные беседки, исследовали их фундаменты. Ну, так что можно сказать, что мое тесное знакомство с парком уже длится почти 10 лет. Слушайте, ну это одна из лучших, на мой взгляд, вообще работ, которую только можно представить. Расскажите, что в парке происходит сейчас? На каком этапе реставрационной работы? И что сделано, и что еще предстоит сделать? Ну, как и любой реставрационный процесс крупного объекта, все не проходит гладко. Даже не потому, что что-то не учтено, или что-то не успевают сделать. Реставрация – это всегда несколько неизведанный процесс. Когда мы, например, создаем проект, мы можем подойти к стене оштукатуренной, где-то посмотреть, где отвалилась штукатурка, что там за ней, где-то сделать зондаш, посмотреть, из чего она сделана. Но мы не видим всей картины, и только когда мы на этапе реставрации собьем всю штукатурку, мы увидим всю историческую стену целиком, только тогда мы понимаем полный объем, который может быть больше, чем мы запланировали, может быть меньше, может оказаться совсем другим. Да, всегда реставрация – это такой процесс, который корректируется по ходу. Но надо сказать, что реставрация парка Монрепо – это один из таких уникальных примеров комплексной реставрации паркового ансамбля, где одновременно делаются и здания, и ландшафт, и инженерные сети. По проекту мы должны были уже все закончить, но сроки потихонечку откладываются. На самом деле на данном этапе мы уже в такой практически завершающей стадии. Уже некоторые отдельные элементы сдаются Ростехнадзору. У парка Монрепо богатая история. Будет ли она отражена в будущем в какой-либо экспозиции? Ну, на самом деле, проектом реставрации предполагается, что, прежде всего я говорю про главный усадебный дом, библиотечный флигель, мы восстанавливаем здания, восстанавливаем их внешний вид, интерьеры по иконографии, то есть это пол, потолок, стены, отделка художественная, декоративные элементы, лестницы, камины. И это еще не музей, это отреставрированное здание. В таком виде подрядчик нам его передаст. Мы собираемся сразу после этого открыть здание для... такое временное открытие сделать, пригласить людей, посмотреть на результаты работ, и внутри, да, как-то это надо пространство будет наполнить, внутри сделать выставку, посвященную и истории Монрепо, и истории Монрепо в лицах, рассказать о людях, которые жили в этой усадьбе, приезжали туда, посвятили ей часть какой-то своей жизни, и про историю реставрации, да, рассказать, как протекал реставрационный процесс, показать, что было до, что стало после, как мы это поменяли, что нам удалось сохранить, что мы поменяли, что теперь новое. Эта выставка продлится где-то около трех-четырех месяцев, после чего мы снова закроем музей на недолгое время для того, чтобы смонтировать в нем уже постоянную экспозицию. И тогда будет еще одно открытие уже главного здания усадьбы, как именно постоянной музейной экспозиции. Наш телеканал всегда с удовольствием приезжает на съемки парка Монрупо. Без преувеличения могу сказать, что больше нигде такие кадры красивые снять не удается. И мы съездили туда вновь не так давно. И я предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет. Внимание на экран. Вы знали, что сто лет назад библиотечный флигель украшали часы с боем. Время отбивалось при помощи колокола, находившегося на самом верху башенки. Сегодня восстановленные куранты на прежнем месте. От исторических часов сохранился только медный циферблат с отверстиями от пуль и следами коррозии. Реставраторы вручную очистили его от старой краски и запаяли повреждения. Циферблат, он сделан из меди. По сути, как бы меди-то ничего не будет со временем, потому что максимум, что с ним могло произойти, она окислилась и, соответственно, краска, которая была там, эмаль наносилась в те времена, она просто отслоилась. И он окислился, позеленел. Наша задача была снять старую эмаль и убрать вот это окисление специальными растворами, чтобы сделать однородный цвет, чтобы потом можно было загрунтовать и поверх уже наносить какую-то эмаль. Цифры также наносились вручную. Часовые стрелки воссоздавались по старинным чертежам и историческим справкам. Они сделаны из алюминия и вымерены до миллиметра. Также мы их покрыли эмалью и немножко сделали искусственное старение, так как более правдоподобно они смотрелись. А так они точно такие же, как на фотографиях старых, которые нашли в архивах. Изготовление колокола реставраторы решили доверить ярославским мастерам, которые сохранили исторические традиции литья. В техническом задании было указано, что он должен бить каждый час и издавать двойной угасающий звук. Решили, что его звучание будет напоминать корабельный колокол «Рынду». Мы заказывали этот колокол у мастеров, которые занимаются непосредственно отливкой этих колоколов. Они знают, как правильно сделать, чтобы была определенная тональность данного колокола. И, соответственно, они определили вес, габариты, и отливался он цветом металла. Интересный факт. В письме супруге Людвига Николаи к сыну Паулю, написанном в 1804 году, есть такие строки. «Ваши часы производят самое прекрасное впечатление. И что особенно хорошо, так это то, что они отлично ходят. Посмотрим, не расстроят ли их сильные морозы». И уже зимой в очередном письме она сообщила, что, несмотря на холода, часы показывали точное время. Галина Давыдова, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Мы видим, что в процессе реставрации стараются реставраторы соблюсти историческую достоверность все-таки. Ну, на самом деле, да. Это процесс, который постоянно находится под контролем и нас, как пользователя парка, и Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, как органа охраны памятников. И надо сказать, что у нас в процессе реставрационных работ задействован очень серьезный коллектив, который осуществляет авторский надзор и научное руководство процессом производства работы. Еще одним украшением парка мы знаем, есть у вас прекрасный плодовый сад или топиарный сад, его еще называют в народе. Мы знаем, он уже плодоносит. Как вы распорядились в этом году урожаем? И что это за люди, которые ухаживают за этим садом? Наши сотрудники уже еще с начала прошлого лета ухаживают за ним сами. И уже второй год. Можно сказать, что сад – это уже полностью зона ответственности парка. В прошлом году был первый год, когда парк плодоносил. И первый же год был, ну, чрезвычайно большой урожай. Просто все деревья усыпаны яблоками. Это очень красивое зрелище. И да, встал вопрос, что с этим делать, как этим распорядиться. Мне кажется, в прошлом году мы сделали очень красиво, собрали, было теплое лето, собрали к 19 августа, к дню, когда мы празднуем яблочный спас, весь урожай. Сделали такие экскурсионную программу для посетителей парка по топиарному саду. И всем, кто пришел к нам в гости, в этот день раздавали яблоки бесплатно. Мне кажется, это очень хорошая такая традиция. Как мы знаем, яблоки плодоносят богато через год. А в этом году сад отдыхает. Но у нас много... Это не один сорт яблок, там несколько сортов, больше 10 сортов яблонь. И, соответственно, в этом году урожай гораздо меньше. На каких-то яблонях их много, на каких-то поменьше. Расскажите про оранжерею. Насколько я знаю, там планировалось, планировали выращивать даже какие-то экзотические растения. Там что-то уже растет? Ну, в данном случае не надо путать оранжерею с ботаническим садом. Классическая усадебная оранжерея 19 века это скорее такой, знаете, такая гордость хозяина. Да, вот смотрите, что я могу вырасти в нашем климате. Поэтому и растения, которые в нем произрастают, мне представляют какой-то географический регион, какую-то область земного шара. Это все, что удается в нашем суровом климате вот в такой теплице вырастить. То есть у нас могут соседствовать там и виноград, и персики, там и ананасы, и арбузы. Соответственно, у нас сейчас теплица, тепличная часть оранжереи еще в стадии сборки. полностью собрали купол стеклянный, стеклянные стены. Сейчас внутри завершают проводку системы отопления, специального освещения, водоотведения. Ну и занимаются внутренней отделкой. Растений у нас там пока еще нет. Растения будут завозиться только после полной строительной готовности. Ну и ассортимент, собственно, оранжереи будет примерно такой же, как он был в XIX веке. И работать она будет не постоянно, круглогодично внутри. Летом там будет часть кадочных растений, в специальных таких исторически стилизованных кадках, которые на лето будут выставляться на улицу, где им будет комфортно летом, и на зиму убираться внутрь. Ну, собственно, так, как это было в XIX веке. Внимание гостей неизменно привлекает источник нарцисс. Расскажите, пожалуйста, сколько ему лет и какова его история? Мы точно знаем, что источник существовал на этом месте еще до вхождения Выборга в состав Российской империи. С источником связаны несколько этнографических легенд. Наиболее красивые могут рассказать экскурсоводы при посещении парка. Это, конечно, легенда про гимфу Сильвию. На самом деле, если говорить объективно, то это такой очень полезный для парка и для усадьбы во время, когда она была жилой, источник хорошей питьевой воды. После реставрации, да, собственно, в рамках реставрации не только обновили, да, собственно, само строение, саму конструкцию источника, его декоративное оформление, но и почистили его. Недавно мы брали пробы воды. Вода в источнике, в общем, хорошего качества. Единственное, что мы на всякий случай не говорим, что она питьевая. Ну, вода хорошая. И да, особенно в жаркую погоду. Это такой традиционный центр притяжения, куда можно подойти и насладиться вот холодной ключевой водой. Парк Монрепой – это не только уникальный природный ландшафт и богатая история, это еще площадка для различных мероприятий. Прошедшим летом там состоялся очень интересный инженерный фестиваль. До конца этого года будет что-то еще происходить? Или парк уже потихоньку работы сворачивает? Ну, знаете, пока до того, как у нас закончится реставрация главного усадебного дома, все наши мероприятия, все события, связанные с массовой, проходят на улице. Конечно, мы не только хотим проводить события, но и хочется, чтобы зрителям было комфортно. Поэтому в этом году мы уже, наверное, программу нашу завершили. Инженерный фестиваль для нас – это было очень знаковое событие. Во-первых, поскольку мы его провели на площадке между главным усадебным домом и биотечественным флигелем, это был такой, ну, мне кажется, довольно смелый шаг, потому что реставрация зданий еще не закончена, и фактически мы сделали фестиваль на стройплощадке. И опасались, все ли пройдет хорошо, но это было принципиально важное решение, да, уже показать немножко изнутри процесс, да, вот пустить людей, посмотреть, как это еще незаконченное выглядит. И мне кажется, что и площадка оказалась чрезвычайно удачной, и площадка, и картинка, и звук там, да, у нас было там много музыки, много лекций. Да, я даже хочу отметить, что, судя по комментариям, которые были в нашей группе, зрители с большим восторгом восприняли все, что там происходило. Это и лекторы, довольно узнаваемые лица, да, Егор Дружинин был, Татьяна Черняговская. Я думаю, ну, отличный опыт. У нас есть для вас видео вопрос. Давайте посмотрим. Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, а будут ли какие-нибудь квесты в парке Монрепо для детей? Довольно интересный вопрос. Да, на самом деле мы этот вопрос прорабатываем. Квесты как для детей, так и для взрослых появятся к следующему сезону. И вообще детская тема в Монрепо пока, ну, предметно не очень развита, а хочется не просто, чтобы детям было в парке интересно, да, хочется, чтобы у детей, особенно у выборжан, маленьких выборжан, с детства формировалась какая-то связь с парком, какая-то вот новая идентичность. Хочется развивать и образовательные программы. В этом плане, например, наш оранжерейный комплекс зимой может стать хорошей площадкой для выездных занятий по ботанике биологии, так же, как и пиарный сад. И у нас в парке есть еще не отреставрированные объекты, например, жилой дом начала 20 века, который еще недавно совсем был действительно жилым домом. Сейчас он в таком почти удовлетворительном состоянии, но требует, конечно, реставрации. И вот одним из вариантов его приспособления после проведения реставрационных работ это организация специализированного детского центра. Какого-то места, куда можно будет прийти в семье с детьми или целым классом. И проводить какие-то занятия в помещении, потом выйти в парк и продолжить уже на территории усадьбы. Я уверена, что эта инициатива будет иметь большой спрос. В последнее время парк Моннерпо посещает все большее количество туристов. Как вы справляетесь с такой нагрузкой? Потому что людей действительно очень много. Людей действительно год от года становится все больше. И для нас, в общем, это некоторый вызов, как для музея. Потому что нам, естественно, хочется большему количеству людей показать, рассказать. Но и при этом существует такое понятие, как антропогенная нагрузка. И у нее есть свои пределы. С одной стороны, мы потихоньку, планомерно развиваем экологический маршрут в лесной части парка, чтобы расширить географию присутствия людей. Чтобы люди уходили, гуляли не только по исторической центральной части парка, уходили в лес. Там тоже много всего интересного. Многие сетуют, особенно выборжцы, что вход является платным. Но я знаю, что есть некие карточки, которые дают право бесплатного входа. Вот расскажите о них, что это за карточки. Ну, на самом деле, это такая довольно комичная история, потому что в парк платный вход с 1988 года. Просто почему-то многие горожане об этом не знали. Ходили в обход где-то, вероятно? Ну, да. На самом деле, многие жалуются на то, что вокруг территории парка появился забор. Это даже не то, что наша инициатива. Это требование федерального законодательства. И мы просто обязаны были это сделать для того, чтобы обеспечить сохранность музейной экспозиции, предметов охраны парка. Надо сказать, что поскольку мы музей-заповедник, у нас и дорожно-тропиночная сеть, и деревья, и планировочная структура также являются предметами охраны. Опять же, мы ответственны за пожарную безопасность. И, собственно, без того, чтобы оградить территорию, обеспечить это невозможно. Такая система, что любой горожанин, который любит парк, хоть и хочет часто в него входить, может написать нам на почту свою фамилию, имя, отчество, написать, что он житель города Выборга, прислать фотографию и через неделю прийти забрать пропуск к другу Монрепо, по которому всю жизнь ходить в парк бесплатно. Друг Монрепо – это не только бесплатный билет на всю жизнь. Мы всем, кто оформил этот пропуск, регулярно посылаем сообщение с тем, что мы, например, проводим субботник. Приходите нам помогать. Приходить помогать совершенно не обязательно. Но мы так для себя рассчитываем, что... Но приходят, помогают. Да, приходят очень много людей. Причём очень здорово, что приходят с детьми, целыми семьями. И это такое хорошее времяприврождение субботниками. И мы всегда стараемся наши субботники сопроводить какими-то познавательными историями, лекциями. У нас есть ещё один видео-вопрос. Давайте посмотрим. Я бывал не один раз на концертах, когда приезжают музыканты. В основном это молодые музыканты, лауреаты каких-то конкурсов музыкальных. Вот когда может познакомиться можно снова с новой какой-то культурной программой музыкальной. Где-то публикуются анонсы? Ну, на самом деле, мы, наверное, следующей весной, в апреле... Но это будет зависеть от того, какая будет зима, насколько снежная, когда начнётся весна, когда начнёт таять снег. Традиционно, как и все парки, мы закроемся в апреле на просушку. И когда мы определим дату начала просушки, соответственно, окончание просушки и открытие парка для посещения, к этому моменту мы уже сформируем программу мероприятий на следующий год. И вот всю концертную программу будем публиковать её на нашем сайте. Конечно, в социальных сетях, в группе ВКонтакте. Можно подписаться в Телеграме на наш канал. Мы там регулярно будем выкладывать все новости. А что касается изыскательских работ, вы ведь не просто руководитель, вы ещё и археолог, старший научный сотрудник Российской Академии Наук. Ведутся ли какие-то раскопки в данный момент? И что интересного удалось обнаружить за последнее время, год или два? Ну, на самом деле, в этом году так случилось, что у нас ни проектных работ не проводилось, ни каких-то строительных работ на новых местах. В этом году у нас экспедиция не работала в парке. А за прошлый год, в общем, я считаю, что это один из самых интересных сезонов работы нашей экспедиции был в Выборге. Два месяца прошлым летом мы проводили раскопки на острове Людвигштайн, связанные с разработкой проектной документации для создания некрополи и капеллы. Ну, это, конечно, фантастическая была интересная история. Насколько я знаю, были найдены какие-то сохранившиеся захоронения членов семьи Николаи, и была идея вроде найти их родственников, которые проживают где-то далеко в Австралии, если не ошибаюсь. Ну, на самом деле, да. После эвакуации в 44-м году семья разделилась на две части. Часть уехала жить во Францию, часть и продолжает там жить до сих пор, часть в Австралию. И, в общем, со всеми родственниками мы держим связь через одного из них, учатого племянника, последней хозяйки парка, последней хозяйки, которая умерла в парке, София Фундерпален, похоронена у нас 21 августа 43-го года на Острове Мёртвых, на Людвигштане. Собственно, в процессе работ мы звали, когда Себастьян Кириллович приезжал к нам в гости, звали его, показывали наши работы, вместе обсуждали концепцию, как восстановление некрополя, реставрация некрополя, как это было бы, выглядело корректнее. И, в общем, что очень приятно, да, вот пришли к взаимопониманию, к одобрению со стороны семьи. А что касается капеллы Людвигсборг, будет ли она реставрироваться? Вот в прошлом году мы запроектировали четыре объекта, это некрополь, капелла на острове, обелиск братьев Броглио и колонна двух императоров. Проектная документация у нас завершилась, разработка в марте, утверждена на данный момент органом охраны, и как мы получим финансирование, надеюсь, будем заниматься реставрацией этих объектов, может быть, уже на следующий год. Очень многие хотят побывать, попасть на этот остров, как-то это возможно сейчас или нет? Ну, на самом деле, сейчас это невозможно в принципе, и мы даже в этом году весной огородили остров по периметру небольшим забором с надписями предупредительными. Нельзя из-за физического состояния памятников. Они сейчас в таком руйнированном состоянии, и, конечно, надо сначала проводить реставрационные работы. В Монрепо очень много разной живностей. Это и белочки, и утки, и чайки. И нередко мы становимся свидетелями, как туристы их подкармливают. Дают им какие-то семечки, орешки, даже шоколад бывает. Расскажите, это ведь вредит наверняка им? Ну, конечно, да, для каждого вида животных есть тот набор пищи, который для них естественен. Все мы знаем, например, и все мы любим кормить уток булкой. Но булка в таких количествах уткам совершенно не полезна. Мы с этим пытаемся, ну как с этим можно бороться, только к каким-то информированию. Ну, как мы знаем, конечно, там, табличка белок не кормить не остановит никогда никого. Ну, мне кажется, нужно понимать, что шоколад уж точно не полезен белочкам. Как вы считаете, остались ли в Монрепо еще не разгаданные тайны? Ой, несомненно, на самом деле. Я думаю, что вот сейчас завершится большой объем реставрационных работ. Реставрация парка до этого далеко не завершится, потому что остались еще целый ряд архитектурных форм, траченных, которыми надо заниматься, реставрировать их. В конце прошлого года, и это отдельная целая большая-большая история, мы, объекты всегда находились на территории музея-заповедника. Я говорю про батарею Ленансари, которая находится в северной оконечности Монрепо. В конце прошлого года мы ее получили в пользование от Росимущества, и это такой следующий вообще этап развития парка. Сейчас мы только осмысляем вообще, как ее можно интегрировать в музейный, такой экскурсионный показ музейный. Что ж, о парке Монрепо, безусловно, можно говорить бесконечно. Спасибо вам большое за интересный рассказ. Приходите к нам еще. А я напомню, сегодня гостем программы «Городская среда» был директор музея-заповедника Парк Монрепо Александр Смирнов. «Городская среда» готовит новые вопросы и новые ответы. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин